Мы в данном помещении, раньше располагался магазин «Оптика», сейчас проведены все уже основные работы внутри помещения, и я думаю, что в июне мы здесь откроем литературный дом. Это будет помещение библиотеки. Это будет, на мой взгляд, лучшее помещение библиотеки в Ленинградской области. Таких еще аналогов нет. Какая новая будет или переедет? Переедет. Которая детская в центре эстетического воспитания, детская и взрослая, которая сейчас в химике находится. То есть они объединятся, и здесь будет для семейного отсутствия литературный дом. Внутренние работы, как я уже сказал, все закончены. У нас вопрос стал с фасадом. У нас в посмете есть ремонт фасада, мы полностью отремонтируем крыльцо, и в соответствии с действующим федеральным законодательством каждое социальное учреждение. А со следующего года и каждый магазин, каждая точка, куда приходит обычный гражданин, это может быть и домоуправление, это может быть и паспортная служба. То есть везде, где есть доступ к гражданам, в течение, до 2030 года должны быть оборудованы специальными условиями, либо подъемными устройствами, либо пандусами для доступа людей с ограниченными возможностями. Это не наша прихоть, это федеральное законодательство, у нас вся страна сейчас живет в таком формате. Человеку с колядкой его на руках не занести, соответственно, нужно построить новое устройство, которое даст возможность ему проектировать. Проект у нас есть, да, вот представите. Вот у нас отметки есть, тогда... Да, вот у вас коллеги, я не знаю, как вас зовут, но у ваших коллеги есть выкупировки из нашего проекта, в соответствии с которым архитектором и проектным бюро был разработан пандус, да? Да, он является двухсекционным, да, учитывая все уклоны, которые необходимы, да, при соблюдении, как вы сказали, федерального законодательства, да. Вот вы видели, наверное, у городского суда, вот, железный пандус, который... Сбербанк, да, совершенно верно. Сбербанк там еще длиннее. Там еще, вы видели, да, потому что это уклоны, да. Там высота, да, смотрите, коллеги, мы, уважаемые жители, мы не делаем пандус для галочки, да, чтобы, так сказать, вот он был, да, как он... Да, чтобы он был, да, как многие делают. Можно вот так два фейлера приварить и все, да, и сказать, о, пандус. Мы хотим сделать объект доступным для всех. Ну, начнем со СНИПов. Вы не впишитесь сюда с пандусом, у вас исчезнет пожарный проезд. Просто тупой. Это не пожарный проезд. А где у нас пожарный проезд? Вот это? Это тротуар. Насколько я вижу. А где у нас пожарный проезд? Я не знаю, где у вас пожарный проезд. Мы с вами стоим. Не нормы вы зайдете, другие не будут. Мы стоим с вами на тротуаре. Еще раз говорю, это тротуар запроектированный, используется как пожарный проезд. По расстоянию до дороги мы не подходим к этому. Соответственно, его заужать уже 4 метра 20 сантиметров нельзя. Это с точки зрения нормы. Мы же это не придумали. Мы в архитектуре запросили все съемки, которые касаются этого дома. Поэтому я и спрашиваю, есть проект размера? Под этой, да, есть, конечно. Мало того, мы его согласовали, потому что здесь проходят сети под этой. Еще раз говорю, еще у нас остается 4,5 метра асфальта. Это уже другой вопрос. Эти архитектурные... На плане города здесь пожарного проезда нет. Я вам завтра выкопировку привезу на плане города. Мне не важно, что на плане города, потому что кто его делал, как его делал. Вы же ссылаетесь на законодательство, который наш комитет архитектуры делает. Вы сказали, вы знаете требования СанПИНа, вы пишите тогда в вашем протоколе. Если вы хотите поспорить по СанПИНам, тогда идите в суд, не надо слушать людей. Да, мы не спорим. Тогда вы никогда в жизни не получите разрешение просто что-нибудь произвести. Вы просто никогда в жизни. Я жизнь на это положу. Но зачем же, если можно все делать коротко? Потому что я не вижу конструктива. Потому что человек мне говорит, я вам принесу разрешение от такого же джентльмена, как он, где будет написано, можно. Я таких документов у меня на работе валяется. Вот такая вот гора. Вы понимаете, вы все вот не так. Давайте сделаем так, чтобы всем было нормально. Давайте, чтобы снять вопрос с пандусом, всех смущает его наличие. Доступ инвалидов. Ставьте подъемник. Отсюда начнем обсуждать. Мы спрашиваем ваши минусы. Вы ничего сказать четко? Я еще раз говорю. Сама конструкция под окнами мне лично не нравится. В соответствии с этими замечаниями пытаемся найти другие пути и предложить вам. Но только не вот так, что мне не нравится и все. Давайте вот... Да, это не обращать внимания. Мы не научились еще. Давайте вот, да. Есть же требования, правила. Вы же сами говорите. Вы еще что-нибудь придумаете. Давайте сделаем так. Вот вы сейчас все галдите. Изберите двух-трех человек деловых, так? И свините вместе. И пусть они вместе с собой решают. Нет, ну, в смысле уклоны и промежуточная площадка. Уважаемые, мы можем много болтать. Давайте решим, кто будет этим курить. Хотя мы все исходом. Опять 25. Вместе собраться и вырубать. Вот, вот я свел. Заказчик. Подрядчик. Заказчик, подрядчик и наши представители. И конкретно. Илья, Илья Григорьевна. Совершенно верно. То есть, если мы говорим о каких-то модульных системах, они есть стандартные, да? Ее задача наша, это стандартное устройство, ну, вот или иной, ландшафт, дизайнер, так и так далее. Мы постараемся, в пределах жительства, финансового времени, возможные варианты. Все предложения, все на парте есть. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok